Очередной митинг в защиту православной веры и русской православной церкви от нападок, поругания и кощунства прошел в Москве возле памятника великому русскому полководцу Александру Суворову. Главным организатором мероприятия стало общероссийское общественное движение «Народный собор». Большую поддержку в организации митинга оказали межрегиональное общественное движение «Семья, любовь, отечество», партия «За Русь святую» и другие православно-патриотические организации. На митинги побывала и наш корреспондент Эльвира Гордеева. Мы русские, с нами Бог, за кощунство в тюрьму, защитим традиции наших предков. С транспарантами и лозунгами, хоруговыми иконами на Суворовской площади столицы, несмотря на самый пик летнего сезона, собрались несколько сотен человек из Москвы, Московской области, Ярославля, Воронежа, Иваново, Перми, Белгорода, Старого Оскола, Рязани и других регионов России. Цель акции – сплотить православную общественность в борьбе против нападок на церковь и ее предстоятеля, патриарха Кирилла. Я повестил своих прихожан, а также членам Союза православных братств, духовником которого я являюсь, про это мероприятие, чтобы мы своим присутствием, своей молитвой поучаствовали в общем деле защиты наших святынь. Богохульные выставки, публичное разрубание икон, пропаганда извращений под видом гей-парадов, легализацию ювенальной юстиции, пляски феминисток в храмах – на пути этого зла встали православные христиане. То, что сейчас происходит с нашим народом, с нашей нацией, оно просто кровоточено. Мы должны сделать все возможное для того, чтобы именно, как в песне поется, Русь поднялась с колен. Пока мы еще только чуть-чуть приподнялись. Люди, способные чувствовать и понимать, они видят, где добро, где зло. И люди осознали, кто не крещеный, поспешили креститься, кто не венчался, поспешили венчаться, кто давно не был в храме, поспешили скорее опять прийти в лоно церкви. Поэтому зло и злобствуют. Ну где зло злобствует, там и благодати больше. После краткого молебна с трибуны выступили организаторы митинга и просто желающие. Председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и Общества Московского Патриархата Протеерей Всеволод Чаплин призвал верующих никогда не бояться быть самими собой, быть активными в обществе, повсюду говорить по правде Божьей, свидетельствовать о том, где правда, а где ложь, где добродетель, а где грех, где достойность жизни и настоящее счастье, а где разрушение личности и общества. Веруя, что врата ада Церкви Божьей не одолеют, С этой верой мы сильнее всех. Сильнее тех, у кого есть деньги, сильнее тех, у кого есть власть, сильнее тех, у кого есть сотни и тысячи реальных или виртуальных голосов в интернете. Мы сильнее всех, потому что Бог с нами. Собравшиеся на митинг выразили также свое отношение к провокационной акции в Храме Христа Спасителя, которую устроили участницы панк-группы. Оскорблены чувства многих верующих, по делу проведено 7 экспертиз, имеется 8 томов, как я сказала. Я надеюсь, что обвинение будет поддержано государственным обвинителем, потерпевшие будут защищены. Для того, чтобы давать в рамках закона достойный отпор к ощунственным и провокационным действиям, общественное российское движение «Народный собор» предложило создать всероссийский общественный координационный центр, ядром которого должны стать юристы, эксперты, руководители информационных структур, представители православных организаций и православных братств. Задача центра – отслеживание провокационных выпадов в адрес русской православной церкви и оперативное реагирование на них.